По его словам, в законодательстве готовятся масштабные изменения. Их общая логика – максимально упростить процедуру, в частности для тех, кто в день выборов будет находиться в других городах или даже регионах, при этом усилив ответственность за так называемое двойное голосование. Упростить систему планируют за счет налаживания горизонтальных связей, чтобы информация об избирателях шла не через центр избирком, а напрямую из территории в территорию. Так можно будет оперативно корректировать списки. Для приморских городов тема актуальная. Многие нагородние не просто приезжают на отдых, а живут постоянно. Ожидается, что выборы в законодательное собрание 10 сентября текущего года будут проходить уже с учетом изменений. Какая задача? Это легитимность избранных кандидатов и по законодательному органу, и по линии глав и высших должностных лиц, которые будут избираться. Легитимность, доверие к результатам, что они выбраны правильно, и это полный учет более изъявленный. Первого числа декабря уже может выйти, в первой декаде, решение о назначении выборов президента Российской Федерации. И здесь стоит задача перед всеми организаторами выборов, которые занимаются и обеспечивают людям возможность проголосовать, свое мнение выразить, и выразить его по основному принципу «Мой голос, моя тайна».